Я тут пользовался, я пользовался тут Джон ЭПГ, вот как я делал вот, собственно, вот здесь мероприятие и кое-что понял, про удобство. Ладно, всё, шутки в сторону, я, в принципе, готов начать. Всё, давайте начнём. Короче, если кто будет пытаться ходить курить, вот через Судвейс, как бы перейти его? Вот. Значит, в общем, мой план такой. Вот. А, сначала я такой. Кто со мной не знаком, я лежу в левом сайтах, там Петербурга, значит, я с мегазморческой группой «Бастилия» у нас есть такая, мы уже там какие-то сто пятьсот лет как бы на рынке, и там больше 15 фигов сделали, вот я был главным мастером всяких из последнего большинства, мы делали «Ведьмак и Куртан», под названием «Битерский формат», вот в шестнадцатом и четырнадцатом году. В тринадцатом году мы делали вот очень прикольный выгод, непонятно, «Сцена чести». Вот, я участвовал в организации «Блинкома» в тысяч шестнадцатом году, это был такой реально крутой, там, меткой полторы тысячи, вот, потом, правда, он умер, в этом году он опять будет, говорят. Вот, также я ввожу руку в секретный заговор под названием «Совет мудрецов велико всего мира», там мы пилим какие-то гранты, вот, на то, чтобы ездить в Европу и там бухать. Вот, я лжец, тролль, чрезвычайно самоуверен, вот, некоторое время у нас в Петербурге был кровавый режим управления всеми ролевиками, которым я руководил, вот, но на самом деле этого не было. Вот, так же вы можете, да, по сайтам «Когда я игнору» и «Дженни ПГР». Вот, вот, собственно, кто я такой. Вот, мой план на стадо. Да? Показалось. Показалось. Показалось, о чем вообще я буду рассказывать, кому это полезно, вот, потом, конечно, будет момент, где будет сорта игрочков и что с ними делать, и как жить в связи таких открывшихся сведений о том, какие есть сорта игроков. Понятно? Понятно. Так, значит, вот, периодически, когда организуются игры, вот, мы думаем, кому бы дать крутую роль. Кто будет у нас, значит, самым главным королем, самым главным, значит, рыцарем, там, папой Римским, королевой полигона, Серсеей Ланистер, и вот сидишь и думаешь, кому бы дать алдогую роль. Вот. Есть очень простое решение. Вот, вот, например, есть какие-то известные крутые ролевики, вот, например, Аджан, не знаю, у нас в Москве, в Питере у нас тоже есть какие-то крутые ролевики. Уверен, что в Калининграде и Минске тоже есть какие-то известные чуваки, которые прям вот всех, все их любят, они постоянно круто играют. Давайте брать на крутые роли. Вот. И когда мы делали игру «Ведьмак» в 2014 году, нас все спрашивают, почему мы не берем отравиться на роль «Ведьмака». Ведь он хочет быть ведьмаком, вот. Значит, и он крутой игрок, значит, он имеет право как бы быть ведьмаком. Вот. Вот примерно такой уровень обычно понимания, как бы, кастинга у людей. То есть есть какие-то хорошие игроки, их на крутые роли, есть какие-то игроки более плохие, их на более плохие роли. Вот. Вот есть такое решение. Есть еще одно решение, оно на самом деле крутое, всегда его применяйте, если можете. Это делать плоские игры. То есть игры, в которых нет крутых ролей. Нет длинных ролей, нет ничего, все люди одинаковые. Вот. Поэтому, кстати, так очень популярен, как «Гарри Поттер», потому что, в принципе, в школе волшебников более или менее все одинаковые. Ну, то есть ты в какой-нибудь ученик, в какой-нибудь факультете, и у тебя более-менее равные возможности для ролевой игры. Ну, там есть один «Гарри Поттер», но на самом деле можно построить игру так, чтобы либо «Гарри Поттера» не было, либо чтобы у него были те же самые возможности для ролевой игры, что и у всех других. Вот. Если вдруг у вас получится сделать, построить игру так, тогда вообще у вас никаких проблем нет, о чем я буду разговаривать. Вот. Так делайте. Но так не всегда получается. Иногда хочется, что там будут какие-то именные персонажи или просто какие-то крутые персонажи. Ну, как это иерархические. В общем, не всегда можно делать игру про школу. А то бы делал и делал. Так. В общем, выход есть, действительно. Ладно. Довольно скрешных картинок. Вот. Значит, у нас есть некоторые граничные условия. У нас есть действительно разные роли, их нужно как-то поделить. И у нас есть какой-то авторский замысел, который мы хотим реализовать. Это тоже не у всех бывает. Бывают люди, которые говорят, я делаю игру, чтобы игрокам понравилось, мне, в принципе, как бы задумки никакой нету. Как, что выйдет, что играть не хотят, то и сделаем. Вот. ЗБ очень любит как бы пробировать тем, что играл у него два игроков. Ну, вот моя игра не для игроков обычно, она для меня. На мастерском конфете можно про это говорить, да? Ну, вот. И, в общем, я предлагаю понять, что игроку нужно от нашей игры и зачем у них. В общем, я некоторыми даже попробовал в чате РБЛ поспрашивать, зачем вы едете на ближайшие игры. Вот. Эта выборка, соответственно, как бы, ну там, целых десять человек. Вот. К тому же она изрядно искажена, как бы, в высоколобостью чата. Вот. Но я получил некоторые ответы и буду лицентировать, пусть они мне кажутся показательными. И совпадают с тем, о чем я думаю. Вот. Зачем игроки едут на игры? Ну, самые простые чуваки, они смело говорят, меня позвали друзья. Мне, в принципе, все равно, что это за игра, но туда едут мои друзья, едут поедут с ними. Вот. Еще говорят там, отобрали паспорт, должен ехать на игру. Вот. У меня умер друг, он мне завещал, на него поехал. Ну, то есть, это реальный ответ. Вот. Мастера мои друзья попросили, там, мне нужно, как бы, ездить на игры, хоть на какие-нибудь, чтобы поднять паспорт для века. Вот. Хочу там потусить. Вот. В принципе, это довольно такой очень интересный сорт игроков. И не такой плохой. То есть, обычно, почему-то, как бы, ну, не презирать. Люди как-то непонятно, зачем едут, вообще с друзьями потусить. Вот. Они хороши чем? Что они рабы. Вот. Им, в принципе, все равно. Вот. Поэтому они, в принципе, могут даже в вашу игру поиграть. Если с ними хорошо договориться. Вот. Поэтому нужно узнать, чего они хотят, на самом деле. То есть, у них есть какие-то ограниченные условия. Однажды я ехал на игру, и мне нужно было... Вернее, выходил из мальцер-плетника второй ролью. Мальцер-плетника спросил, что ты хочешь? Я говорю, чтобы можно было коньяк с корсаром пить. Ну, у меня была первая роль дальше, я поиграл, устал. Говорю, вот такие ограничения. И хорошо. Значит, мальцер-плетник ограничен в своем выборе. И вот придумал мне роль, где действительно можно было пить коньяк с корсаром, но при этом реализовать другие мальцерские задачи. Хорошо. Ты будешь пить коньяк с корсаром, но заодно еще будешь делать революцию. Готовься. Хорошо. Дело в том, что корсар у нас главный убиванец, ты будешь помощник главного убиванца и вместе с ним будешь делать революцию. Корсару как раз не хватает поддержки. В общем, такую историю можно строить на основе четких договоренностей. Можно сказать, например, ты будешь пить коньяк с корсаром, но будешь против него играть, его подсиживать. Согласен ли ты? Согласен. Или ты поедешь на игру с женой, но при этом от жены твоего коллегона у него будет миллион поклонников, ты их не откупивай. Ну, скажем, помогай ей экономику выиграть. Будь главным воителем твоей жены, значит ты в походы для нее ходи. В общем, тут как бы можно договориться, потому что вы четко узнали у игрока, что он хочет конкретно, почему он едет именно так, какие у него ограничения. Я там, не знаю, едет с женой, скорее всего, против жены играть не будет. Или будет. Спросите у него прям прямым текстом. Вот. Еще есть другие варианты. Во-первых, если что-то ничего интересного сделать не получается, вот он как бы, вот есть лампа в виде жены или его друга, который им повелевает, и ни на что он не соглашается. Ну, и запихните его в банку, скажите, если тебе все равно кем играть, ты будешь там, не знаю, слугой у него в доме кофе ему приносить, согласен, вот, как бы, у тебя не будет ролик, тебе не будет интересно, вот, но ты реализуешь свою задачу, значит пить коньяк с косаром, вот, тоже годится, вот. Ну, и, конечно, с учетом того, что всегда надо иметь возможность сказать «нет». Ну, вот, если, скажем, у человека упомянулся из четыре слуги, который носит ему кофе, или нам обязательно нужен ему кофе, носил какой-то отравитель, то придется отказывать, сказать «нет, ты на игру не поймешь». Такое тоже бывает, и я очень часто это рекомендую в своей презентации. Вот, отказывать можно по-разному, есть еще всякие способы, там, типа, «давай ты поймешь волонтером к нам на мастерскую, и там увидишь всех тех же самых друзей». Люди часто соглашаются, поэтому волонтеров довольно много, вот, можно кабаком предложить поехать, ну, то есть какие-то такие тусивные истории, если хочешь потусить, разрешите им тусить, помогая, помогая вашей игре. Вот, другой подвид – это рабы, лампы только вашей, то есть это люди, которые вам почему-то лояльны, едут конкретно к вам. Вот, тут наоборот, вы это считаете, что если люди любят вашу мастерскую группу, они ваши самые лучшие игроки. То есть, если человек постоянно к вам ездит и говорит, что ему все равно какая у вас игра, но он к вам всегда едет, как бы не размышляя, это самые лучшие игроки. Так вот, это неправда. Вот, по следующей причине. Во-первых, это могут быть игроки, которым просто понравилась ваша предыдущая игра. И она могла вам, им легко понравиться, вне всякой связи с вами. Ну, например, он мог там с красивой девушкой показаться. Ну, вот, и у нее запомнились хорошие впечатления. Или просто так сложилось, что у него была роль, которая ему удачно соответствовала, там, не знаю, он был, значит, самым главным мудрецом. И как бы разгадывал какие-то загадки, они были такие хрустые, он их разгадал, и все было здорово. Или, не знаю, предыдущая игра была по Гарри Поттеру, он любит все игры по Гарри Поттеру, значит, едет к вам, ваша следующая игра ему тоже понравится. Логично. Бывают такие ситуации у вас, значит, пострадавшие показывают, не знаю, какие слова. Вот. Поэтому тут надо четко понять. Вот. И опять же, четко, и опять, ну, если они действительно вам лояльны, им все равно, что за игры, они несколько раз ездят к вам на разными играми, разными ролями, им все время нравится. Ну, во-первых, ну, то есть, мне кажется, что это стрёмная история, они просто вас влюблены. Вот. Но если действительно так, то их действительно можно использовать как-то по-разному в миллионе вариантов. Но на самом деле надо разбираться, почему мы понравились в прошлый раз, вот, и примерять это на вашу текущую игру. Так. Второй вариант. Зачем едут игроки? Люблю игры по Японии, этот чувак один из наиболее ярких героев какой-то книжки, поэтому я хочу поехать. Всегда езжу на игры к Гарри Поттеру, не пропускаю игры по таким сеттингам, сказки люблю, в общем, вот такие варианты. То есть, люди, которые любят сеттинг. Вот. Тут, в принципе, опять же принято считать, что это какие-то крутые игроки, их надо много брать, как вы видите. На самом деле, опять же, нет. Потому что такие игроки, это несколько разных подвидов игроков. Вот. И просто их смешивать довольно неправильно. Самый первый подсорт – это любители сеттинга с готовым персонажем. Они приезжают к вам с готовым персонажем. Первый вариант – это именопис вашу сеттинг. Я хочу поехать с Руссей Ваннистер или я хочу поехать к госпожой на вашу игру по черному отряду. Другой вариант – они в этом сеттинге играли такого чувака, хотят сыграть того же чувака на вашей игре. Ну, он будет 20 лет старше. Ну, ничего страшного. В принципе, хочется продолжить историю с другой игры. Вот. Или, вообще, я вот, не знаю, играл Гарри Поттера на такой-то игре. Как-то много Гарри Поттера, надо отрянулся. Вот. И вот всегда играю, значит, на Гарри Поттерах Рона Уизли. Поэтому тут вам тоже пойдем. Вот. Это, может быть, под вид не именной конкретный персонаж. Может быть, всегда езжу на игры по Японии, самураи, мне всегда нравится. Есть прикид, костюм, меч. В общем, готов. Какое мое предложение по поводу этих игроков? Кто знает? Как они играли? Что? Не брать. Ни в коем случае не брать. Прямо вот так вот. Как только человек приходит с такой мотивацией – все, до свидания. Гоните их, насмехайтесь над ними, выгоняйтесь с игры. Мы, когда делали игру по Баттл Стап Галактика, у нас была даже идея в форме заявки поставить… Мы пытались сделать форму заявки такой, что там невозможно было заявиться на конкретную игру. Ты тоже можно сказать, что ты хочешь играть, что тебе нравится в сеттинге, и мы тебе предложим игроки. Но понятно, все игроки все равно писали туда. Я хочу играть только в Карл Крейс, никуда другим не поеду. Вот у меня была идея нереализованная, не факт она бы сделала игру лучше, но может быть сделала. Поставить такую галочку – я поеду на вашу игру только конкретно именной ролью такой. И как только я посылаю заявку с этим… Сложком… Автоматически отказываю. Это бы сэкономило несколько сильных проблем. Потому что много существенный класс людей хитро замаскировался. Я хочу играть вот эту именную роль, но мастера говорят, что надо понять, что мне нравится. Они написали сочинение, что им нравится им именной ролик. И где-то там написали – вот такой. И соответственно мастера угадали. Особенно печально, когда с такими людьми пытаешься подобрать что-то по пожеланиям их. А они говорят – что тебе нравится в такой-то магичке? Вот это, вот это, вот это. И мастера действительно берут вот это, вот это, вот это. И идут свою ролевку, ищут чувака, у которого есть вот это, вот это, вот это. И говорят – вот тебе, пожалуйста, жрица такая. А эта магичка у нас совсем другая. И тут игрок говорит – нет, я не согласен, я хочу именно эту магичку. В общем, короче, нет. Такие люди не нужны. Как бы, может так совпасть, что действительно они хорошо попадают в вашу игру. Вот, но это бывает редко. Что жаль, потому что у меня тоже, например, есть какие-то роли, которые я всю жизнь хотел проиграть. Теперь я рассказал вам всем, и нет, и не попаду на них никогда. Хорошо. Другой вариант – любитель эстетика эстеты. Это всякие… Вот у вас игра по Риму, а там приезжает команда реконструкторов 10 человек. Косплеер, у которых есть готовый костюм. Вообще любители эстетики, которые любят там, не знаю, на играх по Японии. Делают чайные церемонии, значит, ходить в… В чем нам полагается ходить, наверное, по Японии? В кимоно. В кимоно, хорошо. Я хотел сказать о многослойных одеждах, но потом задумался, что вроде это Китай, да? В кимоно нет. Хорошо. Япония тоже. Спасибо. Вот. То есть это люди, которым, в принципе, все равно что делать. Они делать ничего не хотят. У них как бы есть вот… Их команда реконструкторов, у них 10 красивых римских досметов, они хотят попыть в людях. Вот. В принципе, это, кстати, хорошо. Потому что, ну, можно дать, чего они хотят. Они хотят быть красивыми людьми. Возьмите их, прикрепите где-нибудь уголками полка, поистрачите, чтобы вы никуда не ходили. Вот, пожалуйста. У вас есть красивые украшения на вашей игре. Вот. Ну, то есть это кабаки, развлекательные заведения, там, не знаю… Римские конструкторы могут поехать с стражей император, с иторианской гвардией и всю игру красиво стоять вокруг императора и будет в диком восторге. Главное, чтобы не перепутать их с вами веками, если всю игру стоять. Стражей могут опоздать в отчетах все, что про вас думают. Вот. Вот. Прямо так, как бы, вот, люди часто говорят, хочу просто побыть в этом мире. Вот, отдайте их побыть в этом мире. Хорошо. Дальше тут движущие любители сеттингов, которые прочитали книжку или фильм и хотят, чтобы с ними случилось то же самое, что есть в этой книжке или в фильме. Ну, вот, например, «Звездные войны», я хочу, чтобы я пил пиво из бластера и пью. Ничего. Вот. Или, там, хочу вот штурмовать цинковку. Я, там, прочитал, значит, в книжке, как было здорово штурмовать цинковку, хочу, чтобы умывать цинковку. Или, вот, я посмотрел «Фэйфлай», хочу, чтобы у меня были космические приключения, как «Фэйфлай». Вот. В принципе, это все, все по делу. То есть, люди реально, как, вот они прочитали книжку, едут на игру по книжке. Вот. Основной вопрос такой. Вот. Люди едут на вашу игру, плачут по данжам. Потому что, пустите, ладят по данжам. Данжи у вас будут? Вот. Часто мастера, вот, особенно мы этим страшно грешим, любят взять сеттинг и придумать там вообще другое. Мы делали игру по крену, и у нас был лозунг ни драконов, ни копий. Вот. Вот. Пожалуйста, убедитесь, что, как бы, у вас ответ на вопрос, есть ли космические приключения. Да. Они у нас есть. Вот. А что вы не делаете игре по париклайу, где все на планете, значит, как бы раскрывают свои характеры. На дальнейшей опасности. Вот. В общем, если ответ нет, и у вас не будет космических приключений на игре по париклайу, так и скажите. Вот. Вы будете чувствовать себя некоторое время глупо, стоя на каждой презентации, потому что вы говорите, хорошо, у вас игра по длину, а в копье можно будет лететь? Нет. У нас по другому приведному приведенному. То есть вы, как бы, это у вас, прямо вот эта у вас фраза, она застрянет у вас горло, и вы будете каждый раз повторять, чувствовать себя полным дураком. Вот. Все бы спрашивают, почему, когда культурно. Так. Нам нравится в этом сейтинге, то ты, понятно, понятно, а почему, так так. Вот. Хорошо. Но часто мастера, как бы, движимые желанием получить побольше взносов, в смысле игроков на свою игру, они отвечают, ну можно придумать. Вот. Значит. И вот, действительно можно, чтобы у вас, значит, еще данжи сделали. Проблема, ну, как раз игра про стимпанку, про науку, там, про, значит, какие-то открытия, там, значит, погружение в, как бы, безумных ученых, моральные выборы. Еще данжи сделают. Ну, что может пойти в этом этапе? Сил того мастеров – бесконечное количество. Вот. Если нас 15 человек хотят летать на державках данжи, почему бы не сделать данжи? Вот. В принципе, так себя можно реально некоторое время повознуждать от этого и убедить, что действительно данжи нужны. Они работают на идею, напрямую с ней связаны. Понравились. И всем понравились. Я привожу… А вот и всем. Вот. То есть… Как бы… Ловите себя конкретно на этой мысли. То есть то, что вы отвечаете «можно придумать», это вы действительно думаете, что в вашей игре это будет полезно. Или вот просто к вам игрок пришел, и вы под опрокси душевный, хотите ему помочь, и отказать, и как бы дать ему то, что он хочет. Вот. А если вдруг у вас действительно вы делаете игру по крену, там, дракона и копья, или делаете игру, значит, про PSLA, да, у вас вся в состоянии статистических полетов, приключений на планетах, то я вас поздравляю, у вас, в принципе, все по делу. Вот. Не знаю, как вам это удается, мне никогда вообще не удается. Вот. Особенно у меня проблемы вообще с тем, что куча сетиков, которые я люблю, подозревают каких-то миллион статистов, которые должны оттуда взяться. Вот. Ладно. Хорошо. Следующая история – это люди, которые любят ваш сетинг за его друг. Вот. Тут такая вот картиночка, потому что эти люди так же примерно часто встречаются. Вот. Это какие-то люди, которые очень хорошо подумали про этот сетинг, там, не знаю, написали про нему, там, пять фанфиков, десять статей. Вот. Ездили, устраивали круглые столы про то, как играть правильно в этот сетинг. Вот. И, в общем, очень хорошо его знают. Им Толкин написал 122 письма. Отлично. В общем, они реально очень хорошо разбираются в этой теме. И они не просто, как бы, там, пио-пио, а вот готовы поговорить, там, не знаю, о христианстве и Толкине, там, о серовом мужестве и Толкине, там, не знаю. Знают, во что принято играть в сетинге Крин. Кто знает, во что принято играть в сетинге Крин? Один, слишком старый, да? Ответ неверный. Я не знаю, во что Крин это играть. Ну, вот, есть прям, нет, есть прям официальная группа, где написано в Крине, в Крине надо играть. Ответ такой, в Крине надо играть в хюбрис и безнадёжную любовь. Чюбрис, это такая безумная гордыня, храбрость, дерзновение. Как бы, это невозможно понять просто, прочитав все книжки. Это реально нужно там копать, есть как мануалы, где это расписано и понятно. То есть по безнадёжному любовь ещё как-то можно понять, там, как роман это истинал? Вот. Что вы смеётесь? Я думал, здесь посвящённая Европа. Хорошо. Ладно. Как нам поступать с единорогами? Они потом выебут тебе мозг. Как поступать с единорогами? Опять же, мы с вами встретим как Али Поттер, что... Никап... Я слышал тебя. Хорошо. Ответ такой. Ни капли в роме единорога не должно пропасть. Единорога нужно использовать по максимуму. То есть на этих людей действительно нужно направить побольше своего внимания и поговорить с ними про игру, которую вы делаете. Но. Разговор, который у вас с ним будет, это не разговор игрока с мастером. Это разговор мастера с мастером. То есть есть некоторый чувак, который хорошо понимает сеттинг. И он вдруг заявился по моему игру. Надо с ним поговорить и понять действительно, как он понимает сеттинг. И поговорить с ним о том, как вы понимаете сеттинг. Раскрыв все карты, если вы раскрыть карты не можете. Тогда он окажется вам поспалелен. И поговорить с ним. Уточнить вам свой концепт. Мы с ним поговорили. Уточнили концепт. Допилили. Если где-то он вам сказал, что это ваш концепт. Совершенно с Толкином расходится. Он в 138-м письме писал. Никогда не стоит делать игру с текстолитрой боевкой по Толкину. Значит, упримите тварь его внимание. Либо поменяйте свою боевку на дюралику. Либо напишите, что действительно у нас есть такое вступление от духа Толкина. В общем, это не работа с игроками. Другие мастера должны пытаться их навстречу. Не только те люди, которые обычно занимаются разговорами с игроками. А люди, которые больше имеют отношение к магистральным бюджетам, концептам и другим правилам. Может быть, что у вас там не для живых игроков. И что делать с этим игроком после того, как? Мы его учили. Мы его учили. Все, поняли? Все, кто понял дух моей презентации, они знают, что нужно с ним дальше делать. Потом их можно выкрутить. Ну, то есть, как бы вы все ценные из него получили, выгоняем. Это была шутка. Почти шутка. Шутка, ладно. Действительно, в общем, с ними нужно внимательно поговорить и сказать, что идеальный вариант, если вы с ним поговорили и все так. Он тоже читал те же самые книги и согласен, что нужно в сеттинге Клин играть в хюблиц и безнадежную любовь. Блин, есть? Я как-то не подготовился с примерами, как-то как и нет. Мне кажется, не вызывает у вас вот так. Тогда все хорошо. Оказалось, что действительно... Райка Толкина и истинного короля проявления. Он более часто известен. Войничный пример про Толкина. Про Толкин... А, значит, что в Вархаммере нужно играть в бесконечную войну. И у Империи, значит, будущее только мрачное, потому что это как бы все постепенно летит в ад. Если ваши ситуации совпали, это очень здорово. Замечательно. Берем его на игру. Самый крутой ролик. Он как бы самый нужный и самый полезный. Он вам реально сделает кучу всего. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, он читал другие письмотологи, чем вы. У него совершенно друг... Ну, сложные источники. Люди реально часто понимают по-разному. Тогда вот прям нужно с ним договориться. Про Толкун. Мы понимаем, что ты лучше нас знаешь Толкина. Такие люди, кстати, появляются по любым сеттингам. То есть вот... Однажды на игру, господи, Хонар Харрингтон, простите. Там заявился чувак, который понимал Хонар Харрингтон лучше, чем нас. Чем мы. Зачем? Господи, это чудовищная книга. Почему? Было два или три. Вот. Три. Вот. Было три, только один из них был дружелюбный. Вот. Сейчас. Мы не платим для заданий. В общем, в этом случае вам нужно прям взять в его подписку. Мы понимаем Толкина неправильно. Ты понимаешь правильно. Мы согласны. У нас на игре мы будем играть в наше неправильное понимание Толкина. Обычно в этом месте он скажет, ну... И как бы сам уйдет. Вот. Ну, это лучше сейчас, как говорится. В общем, вот так мы примерно забрали любителей сетей. Такие не бывают. Да. Дальше. Есть люди, которые... Вот. Один мой знакомый, я его спросил. Зачем ты ездишь на чёмный отряд? Он говорит, мне ничего не нравится. Игра полное говно. Никуда больше я не могу 200 людей, 200 пацанов привезти. Я везде посмотрел. Игра полная днища, но вот едут. Что делать? Что делать? Конечно, welcome. У него там всё уже схвачено. Или вот мы выбирали игру для выстава золотых весов. Вот. Тут начинаются мои субъективные ощущения. Я не умею с такими людьми общаться. Не понимаю, что как бы... Мне кажется, что её очень сложно правильно применить. Возможно, если вы делаете там тысячник, и гигантские тысячники, вам дверь с любых пацанов сгодятся. Мне... Я не могу понять, как это применить. Во-первых, если у вас в существенной части игры занимает какая-то большая команда, ваша игра хрупкая. Им что-то не понравится, они снимутся, или им как бы потеряют мотивацию, и внезапно привезут в три раза меньше пацанов. И у вас как бы игра совершенно перекосилась. Вот. Первая проблема. Вторая проблема, что вот как только чувак привозит много-много людей, в нём начинается смешиваться игрок с гимнастерской позиции. Он одновременно придумывает какую-то концепцию, да, и с другой стороны как бы играет и потребляет её. То есть, опять же, есть люди, которые считают, что у волевых игрок есть какое-то со-творчество, игрок и мастер совместно делают волевую игру. Я так не считаю. Я считаю, что волевую игру делает мастер, он находится в позиции автора, а игрок находится в позиции участника. Поэтому мне это тоже не нравится. Мы довольно много говорили о том, как важно понять мотивацию отдельных игроков, зачем кто конкретно едет на игру. Но поскольку их команды много, и вы общаетесь с капитаном, то вы отсечены от возможности понять, чего действительно хотят игроки под капитал. Соответственно, вы будете предлагать им все эти роли, или по-другому строить халёвку, и ожидать им чего-то другого. Ну и наконец, 80% стоит в позиции, наверняка в этой команде стоит в позиции все равно с пацанами, поэтому у вас окажется довольно много игроков, которые пассивно относятся к игре, не почитают ваши правила, не поймут про что тут играть, будут играть по стандартам, в общем, с чем-то такое. Не рекомендую, три из десяти. В принципе, что хорошо работает, это разделять такие команды, хотя бы на уровне общения, убедиться, что вы проникли в команду вглубь. То есть, если у вас команда в 100 человек, то нужно пообщаться с десятью главами семей, хотя бы с ним конкретно, с каждым построить работу хорошо. Если у вас, кстати, другой масштаб игры, то есть, если у вас игра на 100 человек, у вас приезжает туда команда в 15, значит, нужно достучаться до каждого игрока. Команда в 30, ну, хотя бы до каждого третьего достучаться. Если у вас это не получится, если капитан этому сопротивляется, если люди сами не хотят строить с вами такой диалог, тогда такую команду выбрать на игру не надо. Надеюсь, что после этого слайда меня не лишат зарплаты в игру. Зачем люди едут на игру еще? У некоторых людей будет конкретная простая мотивация. Я привезу к вам десять файтеров, и мы будем ванграциями. Или у меня есть корабль или пушки, я буду ездить на корабле и стелять с ним. Какой рифку ждет читатель от меня? Читатель ждет от рифки. Уж рифку и розы, да? Все, выгоняем. Да? Нет? Да, все. Ответ неверный. Конечно, мы берем. И берем стипансанское слово какое-то по важным нам моментам. Если нам действительно нужны на нашей игре корабль и пушки, вот прям нужны были, то берем. Ну реально, вот мы делаем игру по пиратам, нам не обойтись без корабля и пушки. Если человеку хочется корабль и пушки, и нам нужны корабли и пушки, замечательно. Просто проговорим с ним, что нам еще будет нужно. Ты будешь на корабле не пиратом, а верным капитаном Испании. И будешь возить золото на Галеоне туда-сюда. Если чувака это устраивает, мы взяли честное слово, что будет ездить на Галеоне туда-сюда и виснуться короля, но при этом у него будет полная возможность поплавать на корабле и пострять из кушек. Замечательно, все довольны. То же самое, как на 10 пацанов. Если людям, в принципе, все равно, они хотят как бы впускаться и как-то, значит, в скромовой коридор заедять на электричке, а у вас на игре это можно, надо с них просто взять пацанское слово. Что вот, значит, мы, как бы, значит, пожизневыми именами это люди называем, в прикидок ходим, где-то мы не пристаем, короля слушаются. Согласны? Согласны. Хорошо. Король обещает полтора пункта в день. Все, все, договорились, договорились. Вот. Если вдруг этот пацанский стол взять нельзя, например, у вас игра по Гарри Поттеру, а туда люди приезжают с кораблем и петками, то, возможно, тогда действительно не стоит. Но обычно люди, у которых корабль и пушки, они вряд ли ищут игру по Гарри Поттеру. Но тут довольно просто, мне кажется, провести грань. Если у вас на игре семь кораблей, и чувак ему все равно, кем он хочет, в корабле и пушке, то это годится. А если у вас на игре это единственный корабль, и у вас на игре вообще не было кораблей для того, как он вам привез корабль и пушку, и предлагает, значит, корабль, то, возможно, нет. Возможно, он не годится. Короче, если корабль у вас происходит до того, как он пришел, то берем, и это не будет. Хорошо. Есть люди, которые что-то хотят странного. Возможность побыть в центре информационного потока, пишут, писали люди в отзывах Gmail. Опять-таки, полезно в моей социализации, или вот я хочу, чтобы на игре были пацаны и грязь. Вот. Пацаны и грязь. Запрос у человека. Выбирал игру. Одна игра с такой концепцией отменилась, поэтому подошел в другую игру. Хочу посмотреть на подход вашей мастерской группы к сюжетов строению. Какой-то такой. В общем, запрос сложный, нетривиальный и на вашу игру не работающий. Ну, то есть, люди что-то хотят странного. В принципе, это странное, наверное, полезное. Им или нет. Как бы, хер знает, что они хотят. В общем, я предлагаю просто работать с такими человеками по достаточному принципу. Ну, вот если он... Вы понимаете, что значит пацаны и грязь? Я не понимаю. Я подозреваю, что мастера игры тоже не понимают. Вот. Можно потратить очень много сил, чтобы выяснить, за что такое пацаны и грязь, и зачем их. Вот. Но, скорее всего, обычно в это время выгодно поработать с другими игроками, у которых простые, понятные запросы. В общем, хотят странного откладывать. Вот. Поедут, не поедут. Если поедут, ну, надо убедиться, что не используют. В общем, вот такая у нас работа. Короче, не разбираетесь с странным, с ума сойдете. Опять же, тут елок есть? О, он ушел. Вот. У меня вот всегда брать его с елоком. Я не понимаю, что он хочет. Вот. Можно потратить очень много времени и понять. Наверное. Вот. А можно... Вот. Хорошо. Зачем люди едут на игру? Вот. Часть шестая. Я прочитал ваш концепт, но он плохой. Вот. Я хочу проиграть всем до средневековой интриге традиционной маркиного БВМ в узнаваемом мире, он написал мне в списке игрок. Вот. И мой любимый пример. Я привезу на вашу игру банку ПВФ. Почему все это хорошие примеры? Потому что люди на самом деле едут на вашу игру. Они понятны. Это как бы три примера разно. Но вот если вот в совокупности их все три, то они вот прям идеальны. То есть чувак понял, о чём играет ему понравилось. Читал концепт, понял, ему понравилось. Вот. Второй вариант, он понял, какая деятельность будет у вас на игре. То есть вот у Антона были, может быть, там и танцы драконов. Танцы с драконами. И чувак понял, что там будут какие-то псевдо-средневековые интриги. И, может быть, как бы ОБВМится, так и мацаны. Вот. Он к этому готов. Ему это интересно. Это совпадает с тем, что мастера планируют на игре, как основной ответственность для игроков. То есть интриг и ОБВМится. Ну здорово. Хорошо чёрт. Как бы получит то, что хочет. Или вот третий пример. Привезу на вашу игру банду ПВЭЙФов. Это хороший пример, потому что этот игрок похвенил, и нам реально были там нужны банды ПВЭЙФов. Ну то есть не обязательно ПВЭЙФов. Ну вот, короче, какие-то банды объединённой общей концепции нам очень-то отдравились, сложились в историю. И мы вот были очень рады. Это особенно, банды ПВЭЙФов особенно крутой пример, потому что мы с игроком вообще не общались по статье подготовки. Мы пробовали несколько раз это делать. Он сказал, говорил, потом, вот, значит, вот сейчас держите взнос. Взнос я за нашу команду, потом поговорим. Вот. Потом настало после игры. Но ИГРОВ действительно почитал концерты, всё понял. Привез нам именно то, что нам нужно было в банду. И как бы какую-то кубку людей или ПВЭЙФов. Уменённые какие-то выживания в возрушающемся мире после катакризма. И отлично поиграл в десятих мастерских усилий. В общем, таких игроков надо целовать в пол. Ну то есть, если игроки поняли, про что у вас игра, понимают, какая деятельность там будет, понимают, что вам нужно от игроков, всё. И как бы мы, они встречаются редко, но им надо давать лучшие роли, приоритет подготовки, сколько внимания, сколько нужно. Опять-таки, пример показывает, что ему нужно мало внимания, если вы всё поняли. Или много внимания, если они прям хотят разберуться. Вот. Часто характерно, обратите внимание, что эти игроки могут быть не самые крутые, не самые популярные игроки, которые до этого крутых ролей каких-то не играли, просто и почему-то вот именно ваша игра зашла. Вот. Теперь немного случайных выводов из тех сортов игроков, по которым я буду говорить. Первый мой вывод такой. Художественные анонсы злого. Почему? Художественные анонсы. Знаете, такие, как с красивыми пафосными словами, с цитатами из книги, с музыкой, красивыми картинками. Почему? Потому что у вас очень высокий шанс попасть на всяких игроков в виде рецептинга. Вы их привлекаете. Вот. Они поймут из вашего анонса какой-то дух. Вот. Вы слышите, как там знакомые слова, и пробегут. Вот. Если вы напишете, конкретно у вас будут средневековые интриги, вот, то, соответственно, человек может примериться и понять, что это не просто маркер, а средневековые интриги. Пожалуйста, как бы, если мне нравится в марте вводить армии в бой, то я, видимо, не буду бояться. Второй мой вывод такой. Если игроки заявились до того, как увидели ваши правила, то, значит, они не те игроки, которые вам нужны. Гоните их, они зря заявились. Вот. Они точно не поняли, про что ваша игра. Может быть, они любят сеттинг, может быть, что-то еще, может быть, они любят у вас как майскую группу, но это не самая лучшая сетта игроков. Соответственно, какой из этого можно сделать вывод, что открывать заявку для того, как вы рассказали про игру, это активно пахнет. То есть вы привлекаете к себе попок людей, которые вам не нужны. Вот. Соответственно, там тоже самое, где предзаявки, там, не знаю, как это самое, это все зряшняя работа с точки зрения подготовки игры. Может быть, это не нужно с точки зрения пиара, я пиаре раздаюсь плохо, поэтому думайте про это отдельно. Так. Какие еще выводы? Избегайте именных ролей. Вот. Всеми силами пытайтесь избежать того, чтобы на вашей игре был чувак с тем временем что-то. Почему? Потому что на нее 100% приедет туда игрок с готовым персонажем. А если он не приедет туда с готовым персонажем, он почитает книжку и оттуда возьмет готового персонажа, и вам привезет. И вы потратите миллион усилий на этот готового персонажа превратить в то, что вам нужно. Вот. К сожалению, не всегда получаются эффективных ролей, потому что... Все любят? Все любят? Все любят? Вот. Круче всего плоская ролевка. Ну, это как бы... Мне кажется, все знают. Все знают. Может быть, не все это, не не все это. Вот. Идеальный вариант коронавируса. Ну, написано, вы можете заявляться космическими кондетами, вы кондетируете 30 человек. Вот. Это противоречит всему, что как бы... Ну, там, про микросюжеты, завязки, вводные, правилам пиара. Вот. Но с точки зрения работы с игроками, это вырослый сыграл. Так лучше всего. Потому что про абстрактную космическую... Да? Что значит плоская ролевка? Ну, плоская. Да, плоская. Что? Что значит плоская? Не-не-не, это в угру. Плоская сетеролей, одинаковая. А! Вот. Три космических кадета, 30 штук. Вот. Опять же, на самом деле, про кадета Петрова вы, может быть, успеете подумать, а, может быть, и нет. А вот если у вас космический кадет абстрактный, повторенный 30 раз, по этому абстрактному космическому кадету вы наверняка подумали, как он будет жить, что с ним будет происходить на игре. Вот. Дальше... Нет, нет. Хороший совет. Не переговорим. Дальше следующий вопрос возникает. Люди едут, люди смотрят вашу ролевку, и думают, какой я говорю. 30 одинаковых космических кадетов. Вот. Это значит, что мы все бездышные пинтики в машине игры. Никакого этого самого нету. Вот. Давно изобретено, опять же, решение этой проблемы. Первым диагетелем у Франа, но на цене части мы тоже так делаем. Идея такая. Пишется ролевка, и там 30 человек пишутся, что кадет такой-то любит вечерами стругать палочку. Вот. И, значит, играет на гитаре. Ну вот. Тут главное честно предупредить. Братва, когда мы написали, что он любит стругать палочку и играть на гитаре, мы ничего не имели в бюджетах. Возможно, за этим что-то есть, но вы сами придумайте, если хотите. Вот. Вот. Но тут это какие-то вещи, за которые люди могут зацепиться. Вот. Человек, который хотел поедать космическим кадетам, который играет на гитаре. Вот он нашел такого проекта. Он увидел это и его зацепили. Вот. И дальше уже как-то диалог выстраивается, он что-то допридумывает сам, мы ему что-то допридумываем, но он что-то за что-то уже зацепил. Ты про это хотел сказать? Нет. Спасибо. Вот. Хорошо. Дальше совет такой. Делайте популярные игры. А не популярные игры вы делаете. Почему? Спросите вы. Мы же люди с авторским замыслом. Мы хотим, чтобы вот это все реализовалось то, что я хочу. А вот ты предлагаешь сейчас нам все, о чем мы рассуждали, отбросить и делать популярные игры друг тихо в толпе. Да. Но нет. Дело в том, что в моей презентации я неоднократно рекомендую людей отказываться с роли, геморройтик, вбрать с них какие-то нелепые обещания, гнать их, насмехаться, выгонять, брать вместе, искать каких-то других. Если у вас непопулярная игра, то у вас так не выйдет. Вы останетесь без игроков. Пожалуйста, строите свою игру так, чтобы она была популярной. Чтобы там было на 60 мест 80 желающих. Чтобы 20 ненужных желающих могли вылить и отказать, и как бы поставить их в жопу. Без этого ваша игра будет объективно хуже реализации авторского замысла. Рано или поздно у вас окажется ситуация, что вам нужно дырочку забить кем-то. Вот все равно кем-то. Даже если не боятся такие низменные материи, что нам нужно еще 5 взносов. Вы все равно даже людей будете делать. И вы не сможете с человека нормально работать. Вы не можете проводить ему какие-то жесткие границы. Но, в принципе, если игрок нужен вам больше, чем ему нужна ваша игра, вам придется ему уступать сильно, разрушая таким образом замысел своим людям. Поэтому делайте популярные игры. Вот. Кстати, популярные в том числе означают доступные по гендеру, возрасту, из подготовки и всякое такое. Не надо делать игру, на которую могут приехать только юные красавицы. Честно говоря, юных красавиц в нашем сообществе больше, чем юных красавиц. Больше, чем юных красавиц, безусловно. Но все равно не так много. Пожалуйста, делайте игры, на которые могут приехать в том числе очкастые толфы. Вот. Можно по предыдущему? Что? По предыдущему. Ну, про отгонение. Да. А ты как часто гонишь? Недостаточно часто. Скажите, а вообще вот кто-то есть? Погонять? Да. И браков именно вот такого. Ваши идеалии. В общем, у нас в Бальской группе Степанка была договорена, что если кому-то нужно написать, что, пожалуйста, не приезжай, то это я. То есть я не считаю. Пожалуйста, напиши ему, что он не приезжал. Сколько получилось? Не очень много. Мало. Будем работать над собой больше. Интересно. Нет, если честно, Лео всегда в настроении говорит. Ему звонишь, типа, это команда пиздец, я не могу, я рыдаю, я рыдаю десятый день. Лео говорит, хорошо, ладно, скажи, я сейчас ему позвоню и скажу, они до него всей командой не едут. Правда, правда было. Но потом ты напомидываешь боли и говоришь, ладно, я рыдаю еще десять тысяч. На самом деле, будешь мастеров. Но в целом, это правда в политике есть. На самом деле, у нас был такой опыт. Не так часто, как мы взяли. Не взяли после первой челленджи чести некоторое количество игроков на вторую? Честно сказав, даже взнос возьмите. Пожалуйста, возьмите взнос, больше не приезжай. Кстати, ну и там, не знаю, на какой-нибудь ведьмах мы отказали бесконечному количеству ведьмаков. В том числе, там крутейший молдовцы. Короче, популярные игры нужны, чтобы была возможность выбирать среди игроков лучших. У меня, кстати, ровно кончилось время. Большое спасибо. Все. Конечно. Аплодисменты. Ты заинтриговал нас. А, что? Если вы про рекламную картинку делали с сотами игроков. Их подобрал, на самом деле, программный комитет Blink.com для анонсов его семинара на Blink.com. Когда мне сказали, что нужно обратить, то я просто копировал нас туда. Вы же это знали. Я не знаю. Но вы же пришли. Да, а на Blink.com-то вроде безмерт. Реклама два раза. Для кого-то. В Петербурге и Петербурге обсуждают беларусов, и мы не знаем. А вы беларусь-то сняли. Придется брать языка. Да, да. Предырую. У нас как то, что это нормально и где внутри потому что это нормально. Нонсов, да. Ну, коэффиены иное. Продолжение следует...